Сейчас к новостям технологии, с которыми ко мне присоединяется Филипп Трофимов. И приветствую. Главная новость. В последних часов создан самый мощный ускоритель для искусственного интеллекта. Что это значит для рядовых пользователей? Добрый день. Ну, потенциально это значит, что генеративные нейросети станут умнее и, вероятно, немного доступнее. Ну, то есть они будут чаще нам и незаметнее помогать нам. Но это не сразу новые дата-центры на новых ускорителях, еще только предстоит построить. Главное событие технологического мира вообще и области искусственного интеллекта в особенности. Фирменная конференция NVIDIA почти монопольного поставщика аппаратной части всей нейросетевой революции. А еще GTC24 это первая конференция NVIDIA, которая проходит в традиционном очном оффлайн режиме аж с 2019 года. И сразу с рекордным количеством участников под 20 тысяч разработчиков, которым глава и сооснователь NVIDIA Дженсен Хуанг лично представил новую вычислительную платформу для задач искусственного интеллекта. Она получила название Blackwell и, по утверждению самой компании, это самый производительный нейросетевой ускоритель на данный момент. В сравнении с текущим решением NVIDIA ускорителями H100, которые стали стандартом де-факто и на которых построено большинство дата-центров, обслуживающих большие генеративные модели вроде ChatGPT, новый B200, со слов Дженсен Хуанга, мощнее от 7 до 30 раз в зависимости от задач. А архитруктура Blackwell в целом рассчитана на строительство суперкомпьютеров для тренировки нейросетей следующего поколения с триллионами параметров. Надо заметить, что на всем этом ажиотаже вокруг генеративных нейросетей, который начался с удивительного успеха ChatGPT, капитализация NVIDIA выросла вдвое всего за 9 месяцев, и теперь она стоит больше 2 триллионов долларов. Впрочем, по версии агентства Reuters, темпы этого роста должны как минимум замедлиться. С одной стороны, прямые традиционные конкуренты Intel и AMD тоже нацелены на честь прибыли нейросетевого рынка, а с другой стороны, подтягиваются альтернативные решения. Например, проект Serivros специально для тренировки нейросетей разрабатывает особые гигантские системы на кристалле. На прошлой неделе они представили ускоритель, в котором 4 триллиона транзисторов, 900 тысяч ядер и 44 гигабайта памяти. За счет интеграции компонентов на одной кремниевой пластине они получили меньшее энергопотребление, что для прожорливых дата-центров важно. Ну и политические расприбы бизнесу Nvidia не помогают в смысле административного запрета и экспорта ее технологии в Китай. При этом санкции изобретательству не помеха. Китайская корпорация Huawei заняла, ну точнее сохранила первое место в рейтинге компаний, подавших наибольшее количество заявок на международную охрану патентов за прошлый год. Этот рейтинг опубликовала Всемирная организация интеллектуальной собственности. Так вот, на счету Huawei 6,5 тысяч изобретений, в полтора раза больше, чем у корейской Samsung и вдвое больше, чем у американской Qualcomm. Надо заметить, что в топ-5 еще одна китайская компания Boy Technology Group, крупный производитель всевозможных экранов, в том числе гибких по числу патентов, она немного отстает от японской Mitsubishi Electric Corporation. Схожая картина и в зачете государства возглавляет топ-5 Китай, за ним идут США и Япония, потом уже с существенным отрывом Южная Корея и Германия. Причем всего Всемирная организация интеллектуальной собственности за прошлый год приняла 272 тысячи заявок на патенты. Из них 213 тысяч от компаний. Из вот этого топ-5. Россия на 25-м месте с показателем 678 изобретений, претендующих на международную охрану. Это на 150 изобретений больше, чем зарегистрировал Калифорнийский университет. Ну а в Россию сегодня официально приезжает довольно необычный фотосмартфон Vivo V30. Приезжает официально, это значит с поддержкой, сервисом и набором положенных по российским законам приложений. То есть сразу из коробки Мир, Пэй, Госуслуги, ВКонтакте, Дубльгист и Яндекс.Дист, ну точнее иконки этих приложений загружаются они при первой попытке их запуска. Вообще с такой локализацией получается довольно любопытно. На первом, ну на главном экране сразу три магазина приложений. Ну во-первых это Рустор, во-вторых собственный магазин от Vivo, ну и разумеется Google Play, ну поскольку это глобальная версия Андроида. При этом самое центральное место отдано Яндекс.Браузеру. Google Chrome тоже есть, но дефолтная строка поиска, при этом гугловская, с возможностью убрать поисковик по умолчанию. Впрочем, интересно в этом телефоне другое. Это своего рода отдельная линейка, не просто фотосмартфона Vivo, это все про портретную съемку. Тут даже надпись есть на торце «Профессиональный портрет». С опорной точки зрения это профессиональность, во-первых, в 50-мегапиксельных камерах по кругу. Тут, кстати, их всего две под этой большой крышкой, что по идее как раз и позволяет более творчески подойти к портретной съемке. Если, конечно, уметь этим пользоваться, ну на крайний случай тут есть набор встроенных цифровых фильтров и всяких нейроулучшателей. Но это будет уже не очень творчески.